Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я, ее ведущая, Христына Астеть. Евросоюз пообещал Владимиру Зеленскому прочную поддержку. Об этом говорится в письме от имени главы Еврокомиссии Жан-Клода Янкера и президента Евросовета Дональда Туска. После объявления результата в экзитпола Владимиру Зеленскому позвонил и президент США Дональд Трамп. Кроме того, лидирующий кандидат в президенты пообщался также с президентом Франции Эммануэлем Макроном, польским президентом Анджием Дудой. О международной реакции на результаты выборов я поговорю с профессором политологии Национального университета Киево-Могилянская академия и научным директором фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева Алексеем Горанем. Он гость нашей студии. Алексей, здравствуйте! Спасибо, что вы пришли. Добрый день! Я хотел бы просто добавить, что как раз до минициативы мы проводим экзитпол, национальный экзитпол уже 15 лет. Результаты совпадают с результатами выборов, и это очень важный инструмент мониторинга и обеспечения демократичности выборов. Особенно тогда, когда кандидаты пытаются, как в первом туре, поставить под сомнение результаты. Да, мы тут бах, а вот у нас экзитпол. Ну вот, 15 лет, вы уже проводите тоже исследования экзитполы. За эти 15 лет я бы хотела, чтобы вы вот коротко все-таки оценили его динамику. Вот эти выборы чем они отличаются от того, что было на протяжении 15 лет, да, с точки зрения демократичности, с точки зрения прозрачности и так далее, и так далее? Ну, смотрите, в стране, конечно, если говорить о демократичности, то у нас очень многие выборы были демократичными и 91-го, и 94-го года, и при Ющенко, то есть это выборы 2006-го и 2007-го годов парламентские, и, конечно же, после революции достоинства 2014-2019, да, то есть у нас были периоды, когда происходило активное вмешательство власти, властей, попытки фальсификации. Это, в общем-то, вызвало, мы помним, помыранчивую революцию 2004-го года. Но если говорить про нынешние выборы, то, наверное, действительно минимальное вмешательство административного ресурса, практически не было фальсификации, очень незначительное число нарушений. И это, кстати, противоречит тому, что говорили оппоненты нынешней власти, что все будет подтасовано, недемократично и так далее. Оказалось, все настолько демократично, что даже больницы, тюрьмы и армейские участки, они голосовали, в общем-то, в свободном режиме, то есть там была поддержка и Зеленского, и нынешнего президента. То есть мы знаем, что обычно, да, если власть авторитарна, то тюрьма, больницы, армия, все голосуют за власть. То есть в этот раз этого не происходило. То есть это, конечно, я думаю, что это еще раз подтверждает то, что демократия у нас есть, процедура есть. Но есть и негативные моменты. Мы можем об этом поговорить? Будем говорить о негативах? Ну, давайте, да, если коротко, потому что еще есть много вопросов по поводу уже реакции Европы. Смотрите, да, если говорить негативно, то это, конечно, то, что роль медиа в нынешней кампании, да, то есть особенно, то есть, конечно, когда мы говорим о избрании человека без политического опыта, с одной стороны, это свидетельство, опять же, демократичности процесса, но, с другой стороны, это свидетельство того, насколько влиятельной может быть телевизионная картинка. И вот тут, к сожалению, мы должны исходить из того, что, опять же, у нас, смотрите, если сравнивать с Россией, то у нас происходят дебаты, происходит конкуренция, есть состязательность. И в этот раз это было. Но мы знаем, что, скажем, то, что происходило на стадионе, это больше превращалось в шоу, нежели в дебаты с местовни, то есть содержательные, содержательные дебаты. Это то, что нам еще надо будет проводить. Ну, у нас, в общем-то, были официальные, содержательные дебаты на официальном телеканале, но Зеленский не пришел. Ну, при участии одного кандидата. А Порошенко пришел. То есть, ну, опять же, если мы сравниваем с тем, что происходит на постсоветском пространстве, слушайте, ну, так у нас, конечно, демократия, демократия, да еще в условиях войны. То есть в условиях войны, я думаю, что у нас свобода слова, ну, просто беспрецедентна. На Западе это, кстати, не всегда понимают. Вот, кстати, по поводу Запада, да, уже реакции лидеров западных стран, и в прессе, в частности, в украинской, в западной, встречается уже такое, как досрочно легитимный, так говорят о Владимире Зеленском, говоря о ситуации, когда вот западные лидеры, да, и Анджей Дуда, и потом Эммануэль Макрон через 4 часа после того, как были участки закрыты, и Дональд Трамп уже поздравили, ну, каждый в свой образ, да, поздравили Зеленского с президентством, хотя ЦИК еще не огласила официальный результат. Нет, ну, смотрите, в общем-то, результаты ясны, и Порошенко сразу признал свое поражение, да, то есть он выступил, причем он сделал очень и сильное, и корректное заявление, да, о том, что он готов предоставить всю информацию по международным переговорам, по партнерам и так далее передать новому президенту, то есть первым это сделал Порошенко, и это тоже свидетельство того, что мы не ждали каких-то судов, оскаржений этих... Опровержений, да. Опровержений, да, все, то есть все было достаточно четко. А реакция западных лидеров быстрая, но она тоже с этим связана. Но смотрите, я думаю, что это еще как раз и свидетельство того, что на Западе понимают, что на самом деле у Зеленского мало опыта, в том числе в международных вопросах, и они хотят показать, что мы готовы помогать, мы готовы. Это то, что в английском, в английской терминологии называется engagement. Мы вас как бы, мы вас приглашаем, мы втягиваем в дискуссию, давайте, приходите к нам, мы не отворачиваемся. Вот этот самый engagement, кстати, делался в 2010 году, когда победил Янукович. Да, Янукович, и тогда первая поездка была в Брюсселе, казалось, что да, переговоры об ассоциации продолжаются, что, то есть Запад пытался как бы помочь ему сделать правильный геополитический выбор. Ну, в конечном счете мы знаем, чем это закончилось. Но в данном случае, опять же, я думаю, что это вот попытка повлиять на Зеленского, показать ему, кто на самом деле готов помогать Украине. Кстати, такое же делалось в 1994 году, когда Кучма избрали. Кучма тоже не имел международного опыта, его тоже приглашали. Приглашали, показывали, объясняли, как это должно происходить. Так что я думаю, что тут как раз ничего удивительного нет. Ну, вы знаете, что еще интересно, что западные эксперты, они писали, что победа Зеленского, по их мнению, разрушает устои российской пропаганды. И это до этого в предвыборной кампании, да, мы помним, что часто Зеленского обвиняли, закидывали ему такое пророссийское настроение, да. И вот, что россияне давно продвигают на Западе тезис о неонацистской современной Украине и победа русскоязычного политика с еврейскими корнями, наглядно доказывает, что это и близко неправда. Ирония в том, что Украина на некоторое время станет единственным государством в мире, кроме Израиля, где еврейские корни будут иметь президент и премьер. Да, да. Ну, вот как... Ну, так и понимать. То есть, на самом деле, что мы действительно... Знаете, то, что рассказывает российская пропаганда, это вообще просто страшно. Мы понимаем этого. Я думаю, что действительно эти выборы, они показали, что этой нет, этой... Что этой угрозы нету. Она полностью отсутствует. Угрозы влияния России? Нет, нет, нет. Я имею в виду угрозы нетолерантности в украинском обществе. Вот. Ее нету. И в то же время мы должны понимать, что избрание Зеленского – это не избрание пророссийского кандидата. То есть, вот в ходе этих выборов не было той поляризации, которая была на выборах 2004 и 2010 годов. Да, когда одна часть страны голосовала за проевропейского, одна за условно пророссийского кандидата. А в 2014 и в этом году мы увидели, что это не так. То есть, нет региональной поляризации. Это очень важно. Ну вот, хорошо. Вот избрали мы Зеленского, ЦИК, уже подсчитали 99% голосов. Вот. Есть разные даты, когда может состояться инаугурация. И опять же, если мы говорим о перезагрузке власти, в принципе, уже сейчас говорят о возможных досрочных парламентских выборах или нет. Многие эксперты уже отличают, что вот если уже и следует сделать перезапуск, да, то полный, более масштабный, намекая, собственно, и на досрочные парламентские выборы. Сам Зеленский сказал, что, по сути, ему и его команде это выгодно, но решения пока что нет. Есть у вас какие-то прогнозы? Ну, смотрите, я думаю, что, опять же, политтехнологически, смотрите, выборы за планирование на осень, да. То есть, на самом деле, вот эта вот перезагрузка, она должна произойти, да, достаточно скоро. Есть ли смысл ее ускорять? Тут уже вопрос политтехнологии. Понятно, что для Зеленского это очень выгодно, потому что у него партии то реальной нету, да, это, опять же, виртуальный образ. И, ну, на вот этой вот волне, да, которая в ходе этой кампании была, они рассчитывают как бы быстро одержать, одержать победу. А мы понимаем, что если ему придется, сколько это будет до выборов? Ну, почти полгода, да? Ну, полгода, а за полгода волна может уменьшиться. Да, да, ему нужно будет исполнять многие обещания, которые он давал. Он уже сейчас говорит о том, что там тарифы, это не его компетенция. Мы понимаем, что в его электорате есть абсолютно разные люди. За него голосовали во втором туре, скажем, пророссийские избиратели Бойко. И за него голосовала там, ну, условно говоря, националистический электорат Западной Украины. Так, то есть это люди с разными взглядами. У него более 30% сторонников НАТО, а треть это сторонников неблоковости, да? То есть, ну, это геополитические вопросы, да? А есть же вопросы, вот, что действительно волнует украинцев более всего. Вот украинцы, кстати, они не всегда понимают, вот это одна из проблем, что они не понимают, что конституционные полномочия президента, они являются достаточно ограниченными на самом деле, да? Социально-экономические вопросы – это правительство. Но все кандидаты дают обещания какие? Что мы, значит, снижим тарифы, повысим пенсии, зарплаты и так далее. И вот Зеленскому сейчас придется, как бы, отвечать на эти требования. Кроме того, нам нужно подписывать новый меморандум с МВФ, да? Новый меморандум с МВФ, он предполагает и жесткий режим экономии, и рынок земли и так далее. Вот Зеленскому надо будет принимать ответственные решения. И поэтому мы можем думать, что результаты могут быть достаточно противоречивыми. Значит, с технической точки зрения, с юридической, провести досрочные выборы достаточно сложно. А я думаю, что если не будет политического консенсуса основных игроков, то вряд ли они состоятся. Да, потому что я думаю, что большинство политических игроков, они как раз нацелены на то, чтобы произошел спад рейтинга Зеленской и уже идти подготовленными на этой волне на выборы. Я думаю, что некоторые игроки тоже сейчас время для того, чтобы сориентироваться, собственно, что произошло, как быть с этим дальше, да, и как действует, действуя для того, чтобы позаботиться о своих интересах. Ну и дал бы Бог интересах украинцев. Спасибо вам за этот разговор. Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был профессор политологии, научный директор фонда демократической инициативы имени Элька Кучерова Алексей Гарань. Я, Христина, остается с вами, прощаюсь. Но вы оставайтесь в ЕТВ, потому что именно здесь найдете информацию о самых важных и точно самых интересных событиях, происходящих в Украине.